В 2003 году наши новости рассказывали об автоколлекционере. Александр Михайлович поделился, что любовь к машинам ему привел отец. Будучи школьником, он впервые начал изготавливать модели спортивных машин, уменьшенные копии продукции отечественного и зарубежного автопрома. Потом он поступил в университет, но любимое занятие так и не бросил. Грузовики, автобусы, пожарные автомобили старого и нового образца. Потом появились авиамодели, позже новые увлечения. В последнее время я перед Новым годом как-то увидел по телевизору ордена, и потом в журнале мне они очень красиво понравились, красивым исполнением. И я увлекся новым увлечением, начал изготавливать ордена. Здесь также ордена, как наши российские, при царе, которые в царском режиме были, и Реме, и также и иностранные ордена многих стран. Это Польша, Италия, Франция. А это Федаил Назмеев. Тоже коллекционер, только он коллекционирует не машины, а монеты и банкноты разных времен. А началось все в возрасте 8 лет, когда под печкой нашел банку. Там нашли ему банку жестяно. Была набита битком бумажными деньгами, вот такими. Ну, видимо, раньше, как старики считали, что, может быть, вернутся все деньги эти, в оборот. Ну и вот, с того времени и пошла эта коллекция. Экземпляры сначала покупал, а потом просил у своих знакомых, ненужные им бумажки. В общем, всю свою жизнь он посвятил любимому делу. В 2011 году в музей Эрзи приезжала выставка шедевра искусства 20 века. Картины предоставил из своей частной коллекции известный арт-бизнесмен Александр Шадрин. Почему, например, наша сотрудничество с ним продолжается? По той причине, он звонит и сам предлагает какие-то, допустим, проекты. Потому что вот наш зритель, допустим, он более активен даже, чем, допустим, вот в этих вот городах. Жители и гости Саранска приходили посмотреть на работы Пикассо, Дали и других зарубежных живописцев. Спустя шесть лет, а это в 2017-м, на стадионе старт наглядно показывали школьникам, как нужно спасаться, если случайно провалились под лед. И как правильно спасать утопающих с помощью ледобура, веревки или палки. Но если ничего этого рядом не оказалось, можно воспользоваться шарфом или курткой, бросив ее пострадавшему. На этом закончим смотреть в прошлое. Смотрите нас каждый день, в наших архивах еще много всего интересного. Анастасия Суркова, Наш Новости.